Всем привет! Это снова я и я снова вам рассказываю про производство и заводы Узбекистана. Сегодня я расскажу вам про производство газовых плит на примере торговой марки Artel. И опять и снова это выпуск не про политику, не про монополию и все такое. Это вопрос не к блогерам, это вопрос к тем, кто принимает эти решения. Само собой, это рекламный материал, но мы постарались сделать его максимально интересным. Погнали! Продолжение следует... Всеми обожаемая торговая марка Artel появилась в 2011 году. И как раз таки первым производством, которое было поставлено под этой торговой маркой, было производство газовых плит. Наш завод здесь построен в 2016 году, но историческое производство газовых плит началось в 2011 году. На Узбекистан именно Artel производит газовых плит моделей 5 или 6, насколько я знаю. Нет. В Узбекистане у нас модели где-то от 50 до 60, зависимо от спроса в регионах. У рынка долины есть свой спрос. Они хотят больше комбинированное, чтобы у плиты на всякий случай было и газовое комфортное, и электрическое. А есть, допустим, рынок Самарканда, Бухары, Кашкадари. Они больше всего хотят только газовое. И есть, допустим, специальные дома, где не обеспечено газом. То есть это больше плюс 9 этажей. Там только электрические должны быть. Если суммировать все потребности этих регионов... Получится такое количество моделей. Да, получится так. Плюс, кроме этого, есть еще размеры. Допустим, есть большие размеры, где 90 сантиметров ширины. Это для больших домов или для дач. А для многоэтажек это больше всего 60 сантиметров и 50 сантиметров ширины. Кроме этого, мы производим здесь мини-печи четырех размеров. Это 32 литра, 36, 42 и 48 литров. Производство газовых плит состоит из 8 этапов. Я покажу каждый из них. Для газовых плит все начинается здесь. Это металлические рулоны, которые потом уходят на резку. После резки металл попадает вот сюда, на штамповку. И из него получается вот такая деталь. Ну или такие, из которых делаются духовки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Часть деталей у нас поступает на сварку, часть деталей на эмалирование. Здесь у нас участок порошковой покраски. Это те детали, которые не участвуют в контакте с пищей, как в случае эмалирования. И в основном это облицовочные части, то есть боковины, панели управления, ручки, дверцы духовки, крышка и так далее. Здесь операторы завешивают детали, дальше они направляются на участок мойки. То есть нужно смыть масло, всю пыль, микрочастицы. А когда идет штамповка, они в масле? Да, масло нужно и для правильной перевозки деталей, транспортировки, чтобы не появилась коррозия. И при штамповке, чтобы металл не рвался. Они вот туда идут на промывку и оттуда они выходят на покраску. Они сначала проходят этап сушки, вся влага должна удалиться, потом они уже поступают в бункер нанесения краски. Здесь у нас зона контроля качества. Те детали, которые прошли по краску, прошли через печь полимеризацию. Краска уже запеклась на деталях. Здесь контролеры проверяют наличие дефектов. То есть есть ли какие-то потеки, царапины, непрокрасы и так далее. Либо какие-то другие дефекты, они их здесь выявляют и устраняют, скажем так. Это уже покрашенные детали, в серый цвет. Да, это покрашенные детали. Здесь те детали, которые пригодные, окейные, их операторы уже упаковывают и передают на участок сборки. Говорят, что это заводы по производству. Хотя на самом деле, насколько я понимаю, это завод по сборке тех или иных деталей. Отчасти да. В итоге идет конвейер для сборки. Но чтобы эти детали пришли в том виде, чтобы их можно было собирать и организовать в сборку, нужны еще производственные процессы, производственные навыки и большие оборудования, которые будут эти детали до производственных конвейеров доставать. Вот здесь мы можем наглядно посмотреть, из каких деталей происходит сборка газов плит. Но как вы уже посмотрели, эти детали, да, все делаются у нас. То есть... Это все это сделано в Узбекистане? Да, сто процентов. И вы даже могли быть свидетелем, как, допустим, эмаль происходит, или как штамповка делается. И с обычного листа металла дается форма детали, и наносится краска или эмаль. Но тут такой момент, что сами листы, они приходят откуда-то. Почему мы сами не можем производить, не знаю, металл? Есть ли в Узбекистане такие возможности? Потому что в Узбекистане пока еще нет производителей металлопроката. Есть производители нанесения покрытия на металлопрокат, но самого черного металла у нас еще в Узбекистане нет. То есть, может, дай бог, в течение 5-6 лет, как госполитика обещает, запустят завод. И тогда это будет огромнейший плюс к всем, не только нашим производителям, даже автопрому и другим производителям. Потому что металл – это основной материал, который необходим для производства. То есть, получается, если мы возьмем вот эти все детали, это тоже сделано в Узбекистане? Да, это все сделано в Узбекистане. Есть другие компании, которые нам поставляют закаленное стекло или решетки рабочих стола. Есть другая компания, которая упаковочный материал для нас делает. Или есть компания, которая занимается пекстилем под нас, шьет прихватки. Эти части вы уже получаете? Эти части у нас уже идут с импорта. Почему? Мы не можем сами такое производить? В принципе, можно, но у нас недостаточно потребностей, чтобы их производить. То есть, если взять в примере кран, можно производить, но минимум, чтобы завод вышел по производству кранов на окупаемость, он должен минимум 20-30 миллионов выпускать в год. Штук? То есть, то, что мы, даже в Узбекистане, все производители можем потреблять максимум 3 миллиона штук. Это значит, если завод построить на 20 миллионов, это где-то на 15% загруженности будет у завода. Такой завод уже убыточный завод. То есть, дешевле импортировать. Это раз. И во-вторых, у таких компаний, которые мы покупаем, у них есть 50-летний опыт или 60-летний опыт, в котором они уже видели все проблемы всех рынков. У них уже есть готовые решения. То есть, не зачем изобретать велосипед, тратя туда большие средства и время. Плюс, это небольшие компоненты, которых можно легко везти. Тут, допустим, я могу сказать, допустим, краны мы покупаем из Турции, Испании, зависимо от потребностей наших партнеров. Есть горелки, рабочие стола, это приобретатель из Италии. Есть турецкие нагревательные элементы из Турции приобретаем. Допустим, у этой компании больше 60-летний опыт. Или горелки, духовки с Италии покупаем. Они тоже минимум 30 лет на рынке, которые 80% мирового рынка обеспечивают. Ну, то есть, насколько я понял, по сути, смысла особого нет производить это все здесь. Да. Почему? Потому что это стоит доллар. Если бы это производилось бы у нас, это стоило бы... Дешевле. Ну, может быть, дешевле, но чтобы производить это, надо сюда инвестировать больше 10 миллионов. Теперь посчитайте, когда ваш долларовый продукт окупит эти 10 миллионов вложений. Никакой инвестиции, у кого есть голова, не вкладываются такие дела. То есть, если у него будет рынок, где он будет уверен, что он будет продать 30 миллионов, 40 миллионов в год, и его инвестиции в размере 10 миллионов долларов будет в 100% загруженности работать, то он может окупиться. Если, скажем, тут себестоимость стоит там энная сумма, там маржинальность должна быть какая, чтобы он 10 миллионов окупал. Да, но вы же выводите товары на экспорт. Да, но мы сейчас выходим куда? Мы выходим на рынок СНГ. Там очень жесткая конкуренция. Кто там есть? Не только мы. Там есть другие мировые бренды, по сути. Мировые бренды есть, турецкие производители, европейские бренды тоже есть. В СНГ тоже максимум рынок где-то мы оцениваем на 2 миллиона штук газов плит. После Узбекистана какая вторая страна по покупкам техники Артель? Есть информация? Казахстан. В этом году в Казахстан продавали больше 100 тысяч газовых плит и в общем объеме занимаем больше 40% рынка Казахстана по газовым плитам. Больше 40%? Серьезные цифры? Неужели у них такой либо рынок маленький, либо там мало производителей? Ну, то есть узбекский бренд 40% казахского рынка газовых плит? Ну, это же круто. Конечно. Но у них рынок не так большой, как у нас, потому что население меньше, чем Узбекистан. Но мы вышли на эту цифру за последние 5 лет. То есть это не мы сразу пошли туда, мы постепенно-постепенно достигли таких результатов. И мы оттуда вытащили, допустим, турецких производителей, потому что для турецкого производителя очень дорого поставлять товар с Турции до Казахстана, нежели чем нам, где-то 500 километров уже у потребителя, у дверей. Сколько у вас всего моделей собирается на данный момент газовых плит? Более 300 моделей. 300 моделей разных? 300 моделей с учетом бренда, с учетом потребований или желаний клиентов. То есть мы работаем не только для рынка Узбекистана, мы продаем кому? Мы продаем Таджикистан, Туркменистан, мы продаем Киргизия, Казахстан, Украина. У вас такой сборочный хаб получается. Получается так. Добро пожаловать в мир эмалирования. Это бункер эмалирования детали. Поскольку процесс достаточно сложный, ее выполняют роботы. Трансформеры. После того, как робот проэмалировал нашу деталь, ее запекают в печи, для того, чтобы эмаль прилипла к металлу. Не запеченная, запеченная. Вот так выглядит готовый эмалированный противень. Да, Герман? Все верно. Эмаль мы используем на тех деталях, которые непосредственно контактируют с пищей. То есть это противни, рабочие столы, духовки, мини-печей кухонных плит и так далее. Решетки рабочего стола. Хотелось бы также акцентировать внимание на том, что мы используем биокерамическую эмаль. Это эмаль, которую изначально разработали зубные технологи. Почему? Потому что она не задерживает на себе никаких микробов, вредных веществ и легка в уходе и очистке. Вот так они выглядят готовыми. Я в начале выпуска сказал, что мы не обсуждаем политику, монополию. Как вам работает вообще на заводе «Артель»? Вот прям вся страна же сильно возмущается всеми этими условиями, что одним все, другим ничего. Ну, здесь надо разбираться. Надо разбираться именно по документам, почему такие слухи есть. Надо посмотреть, есть ли вообще другие производители на рынке, кроме «Артели». Они есть? Они есть. Производство газовых пылит занимается больше трех или четырех компаний в Узбекистане, не только «Артель». Есть два в Самарканде, есть еще в Ташкенте, в Келесе. Мини-печи производятся не только в «Артели». Есть более пяти заводов, кто производят мини-печи. Ну, насколько я знаю, ни у кого из них нет каких-то определенных льгот, которые получаете вы на поставку деталей. Какие можете привести примеры, что у нас есть льготы, что у других нет? Это просто стереотипы, скорее всего. Потому что, когда закон выходит, он выходит не для компании какой-то, а выходит для отрасли. Если есть льготы у производителей газовых плит, то есть, если вы вложитесь туда, и вы тоже будете иметь каких-то льгот. Это не значит, что у «Артеля» есть эти льготы. Во-первых, и таких льгот нет, надо законодательство поднять. А во-вторых, если льготы есть, то есть, государство, если поддерживает отечественного производителя, он поддерживает всех производителей, не только конкретно взятую компанию. Хорошо, а в чем тогда, как вы думаете, секрет того, что, допустим, «Артель» максимально известен, а вот вы сейчас назвали других производителей, я могу вспомнить только, допустим, самаркандскую идею, да, есть такая компания. Ну и то, они достаточно локальные производители. Это вопрос уже маркетинга. Бизнес – это не только производство, это больше всего продажа. Можно даже производить ракету, но их надо продать. А как продать? То есть, это реклама, это правильная подача информации. Да, маркетинг – это дорогое удовольствие, для новых или малых предприятий это может быть дорого, но у каждой компании есть своя стратегия. Кто-то тратит на маркетинг, кто-то не тратит на маркетинг, кто-то на рекламу не тратит. Кроме этого, у нас семейство продукции, не только газы и плиты. То есть, один тянет в другие, так или иначе? Да, допустим, артель может рекламировать холодильники, но заодно и приходит узнаваемость бренда и узнаваемость наших плит. То есть, я когда-то видел холодильники, но заодно у потребителя есть ассоциация, что, а да, у артеля есть еще плиты, есть еще что-то другие. Я правильно понимаю, что это первый этап сборки? Да, так точно. Здесь как раз и начинается старт для сборки. Здесь все эмалированные детали, упаковываются в один пакет и туда дается определенный 400. То есть, есть заказы, где хотят две противни и безкруглые противни, или где есть заказы, вообще хотят одной противни и все. То есть, чтобы люди не ошиблись, мы здесь их конкретно упаковываем в вакууме и туда присваиваем 400, уникальность, чтобы сама система помогла нашим рабочим определить, что они правильную комплектацию упаковывают в нужную модель. А что здесь? Здесь мы можем посмотреть, как идет процесс склеивания стекла и металла. Тут у нас силиконовый клей, который наносится роботом. Почему роботом? Потому что там есть мера, которую человеку очень тяжело соблюдать. Из этих соображений мы поставили тут робот, потому что была точность. Не надо переборщать, или наоборот, чтобы там не было много или мало, там должны быть точно порции этого клея. Что есть хорошая газовая плита, а что есть не очень хорошая газовая плита? Как потребителю отличить, выбрать, скажем так? Во-первых, потребителю очень сложно проверить. Почему? Потому что все зависит от начинки. Чтобы понять, из какой начинки был произведен газовая плита, должны быть какие-то элементарные знания. Допустим, от какого производителя ставится горелка, или от какого производителя ставится газовый кран. Это аналогично, допустим, все знают щены Michelin. То есть это понятно. Michelin – это бренд, это уже плюс к авто, да? Можно так сказать. Аналогично и у нас. Плюс у производителя должна быть система, которая превращает какие-то сбои, или утечки, или производственный брак. То есть это тоже потребителю очень-очень сложно определить, потому что не все знают, что на заводе предстоит. Больше всего тут играет роль бренда. А это у нас, получается, собирают… Духовки. Духовки. Здесь у нас предварительная сборка. Перед тем, как поступить на основную сборку, здесь идет подготовка. То есть устанавливаются тены, горелки. Тены? Что такое тены? Трубчатый электронагреватель. То есть есть духовки газовые, где две горелки, работают они на газе, и есть электрические, там устанавливаются тены. То есть нагрев идет за счет электричества, да, духовки, скажем так. Здесь также устанавливается стекловата, гриль-мотор. Если есть конвекция, то вентилятор устанавливается в центре духовки. Это стекловата, да? Это стекловата здесь. То есть она позволяет теплу не выходить? Она, во-первых, позволяет теплу не выходить. Во-вторых, то тепло, которое уже есть в духовке, она его задерживает, сохраняет. Помимо этого, здесь еще есть контролер. Он проверяет, как хорошо противень заходит в духовку. То есть нет ли деформации в самой духовке после эмалирования. Контролер – это воранжевая форма. Это уже начинается сборка. Да. С чего начинается весь процесс сборки? Все отстампованные, окрашенные, эмалированные детали уже поступают в конвертную линию. И тут наши ребята скелет собирают. Газу-блиту прикрепляют боковины. Это комплектующие? Да. Система газопровода, где заходит газ, где краны контролируют подачу газа и откуда выходит пламя. Я знаю, что у нас есть перебои с давлением газа и газовые плиты, и потребители часто от этого страдают. Да, такое есть, к сожалению. Но чтобы исключить такие моменты, мы с нашими партнерами из Испании работали больше одного года. И дальше ко всем поставщикам, кто хочет продать нам кран, ставим такие требования, чтобы краны держали до 1000 милибар давление. Это что значит? Разница, крышка давления, да. Да, это что значит? Если идет скачок, допустим, по ГОСТу, по закону, да, можно сказать, в домах должно быть 20 милибар давления газа. 20 до 30. Но иногда бывает, так как у нас погода резко меняется, то ли очень много, сразу давление получается в перемежуток, час или два часа. Все отключили раз, и много давления. И в каких-то домах идет сбой, если в этот момент какая-то хозяйка включила кран. И чтобы такие моменты исключить, мы разработали с нашими поставщиками, дали свои требования. То есть раз мы хотим на этом рынке работать, мы должны подстраиваться под рынок. И разработали такие краны, которые именно для Узбекистана. А здесь каждая линия разные модели собирает? Или только одна линия, одно там, вторая линия, второе? Тут идет заказная система. Как вы видите, у нас есть тач-панель, где от планового отдела приходит заказ. Допустим, минимум заказ на сегодняшний день. 100 штук, минимальное количество. То есть не менее 100 штук мы не берем. В этом плане. Из 100 штук рабочие присваивают каждой модели свой уникальный код товара. И автоматическая система говорит, что да, переходи на следующую модель. Что здесь происходит? Здесь идет имитация дороги, то есть имитация транспортировки, чтобы проверить конструкцию и упаковку, выдержит ли плита. Суровые дороги. Суровые узверские дороги? Не только. Это лаборатория? Да, у нас тут лаборатория. То есть это основная лаборатория. Есть кроме этого две лаборатории, которые проверяют выпущенный продукт. То есть это каждый 50-й продукт, который выпущен, проверяет и дает оценку на партию. Если там есть какие-то проблемы, то они могут останавливать партию. Есть другая лаборатория, называется входной контроль. То есть все важные детали, которые влияют на функционал, проверяются 100%, после чего поступают в производство. А что здесь проверяют? Здесь проверяют все новинки. То, что мы хотим производить, это больше можно сказать R&D, что новые модели или новые детали, которые будем внедрять. Допустим, здесь в данный момент проверяются петли, дверцы духовки. Сколько раз она может открыться-закрыться? Сколько вообще она выдержит? Но есть норма. Дверьте должно не менее 10 тысяч раз открываться-закрываться. Если без никаких проблем открывается, значит пригодна детальку производства. Тут, допустим, проверяются сейчас нагревательные элементы, плюс лаборанты проверяют. Допустим, есть требования для газов плит. Если трогать на поверхность при рабочем приборе, сколько градусов должно быть. То есть, чтобы хозяйка не обожглась? Да, дети, хозяйка и так далее. И поэтому вот здесь присоединены все датчики, крючки, сколько градусов, и это все выводится на монитор, после чего можно смотреть. А здесь уже что-то приготовленное, я смотрю, лепешки или пирожок? Да, тут у нас есть интересный специальный тест. Проверяют выпечкой, то есть равномерно ли приготовляет плита пищу. Равномерно ли газ распределяет, тепло? Да, тепло ли равномерно заспределяет. Мы знаем, что многие хозяйки переворачивают противень, потому что где-то горит, где-то наоборот сыр. Чтобы вот этого не было, это тоже риск, и вообще не должно быть так. И мы проверяем эти лепешки, равномерность выпекания. Тут у нас тоже проверка жизненного цикла крана. Установлено тут 15 тысяч оборотов, и сколько оборотов идет. Это кран? Это кран подачи газа. То есть когда я нажимаю на комборку, он сейчас стоит к вам наоборот. Аппарат нажимает, открывает, и отсюда идет воздух. И тут все другие приборы, которые проверяют на электробезопасность, на мощности этих электрических приборов, проверяют толщину, допустим, покраски, или химический состав самой краски, или печи. То, что там мойка, предварительная подготовка к покраске. Там тоже есть свои производственные требования. Тут можем посмотреть архив деталей. Если детали когда-то были одобрены или допущены к производству, сохраняется эталон каждой детали, чтобы в будущем не было отклонения. Или если идет замена детали, в любом случае остается архив. Эту деталь. Это необходимо для производства, чтобы понять, где идет какое изменение. Отклонения есть ли или нет. То есть всегда есть эталон, с чем надо сравнивать. Кроме чертежей. Чертежи есть, конечно, но для того, чтобы визуально осмотреться. Здесь уже, по сути, мы подошли как раз к завершению. Да. Это контроль. Первый контроль. То есть здесь контроль состоит из трех стадий. Это вот здесь девушка проверяет только внешний вид, есть ли там какие-то сарапины, дефектов, или правильно ли произошла сборка. Следующий парень проверяет утечку. То есть имеется ли в системе утечка газа. Там есть прибор, который горит зеленым. Если зеленый, то есть окей. Есть система, компьютер, куда записывается информация. То есть конкретно продукт. Прошел тест определенное время и имеется информация в системе. То есть вот там уже красный. Следующий степень проверки электробезопасность и функционал. Утечка электроэнергии. То есть это что значит? Если подключили прибор к электричеству, дает ли ток с корпуса или с других металлических частей, чтобы током не ударили. Каждую плиту, которую мы проверяем, записываем это все в информацию в системе. Дальше напротив нашего контролера еще другой контролер. Он проверяет функционал. То есть все ли работает. Включает все комфорты, работает ли или нет. Если в духовке есть лампа, горит ли эта лампа или если там есть вертель, вертится ли этот вертель и так далее. Если тут идет какой-то сбой, сканер его отмечает и его выводят на ремонтный участок. Пока его не отремонтировали и не отметили, как он отремонтирован, продукт не может выпускаться. Тут идет упаковка. И чтобы упаковать, наши работы заправляют всеми комплектующими. Каждый комплектующий имеет свой уникальный код, чтобы они в итоге совпали с кодом газоплиты. Чтобы рабочие не ошиблись. Чтобы в одну комплектацию не засунули, а в другой. Система оповещает рабочего, что... Чтобы ничего не перебудали. Есть человеческий фактор. Тут у нас уже финальный контроль. Контролер ОТК проверяет перед упаковкой все детали на месте и подготавливает для упаковки. Контролер отсканирует все четырехкоды. В итоге получает гарантийный талон системы. Если есть какой-то сбой, гарантийный талон не печатается и сообщается о сбое. Почему не распечаталось? Значит, есть где-то недочеты или ребята с ошибкой положили туда другой комплект. Дальше здесь мы можем что смотреть? Тут каждый продукт с трех сторон, можно сказать, 360 градусов, запечатляет со всей фотографией. Чтобы в будущем, если будут спорные моменты, смотреть... Можно было на заводе отследить, да? Да, и где это была ошибка. У нас или в пути, или где-то еще. Дальше у нас идет упаковка. Тут мы можем смотреть, есть весы, которые устанавливаны на конвейер. Конкретно каждый продукт отдает индивидуальный вес. А он отличается? Он может варьироваться? Да, может быть. Потому что есть толщина металла. У производителя металлопроката есть свой допуск. До 5% толщина, что варьируется. Это если в площади смотреть, дает разницу до 200 или 500 граммов. И вот они идут уже на упаковку и, соответственно, наверное, на склад. Да, мы все готовые продукты упаковываем в палет и отправляем в свой логический центр. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! А это то, вроде чего вы досмотрели этот выпуск до конца. Это главный приз нашего конкурса. Газовая плита Artel Symphonia, которая поможет вам готовить настоящие гастрономические шедевры. Условия конкурса просты, как всегда. Расскажите о самом необычном блюде, которое вы пробовали в своей жизни. Мы с маркетологами Artel отберем самое интересное и победитель получит эту плиту в подарок. Удачи!